В воскресенье такой звон можно было услышать по всей Донецкой области. В четверть часа 600 колоколов одновременно повещали о празднике всех православных. Я помню и тысячелетия, я была как раз в Киеве. Ну сейчас более торжественно, конечно. Но то, что православие как к нам пришло, то что мы, слава тебе Господи, православными стали они. Очень важно. Старались очень, стремились в храм, со всеми вместе помолиться, порадоваться этому событию. Звонили в колокола не только церковнослужители. Поучаствовать в таком флешмобе мог каждый прихожанин. А всем детям раздали колокольчики. Колокольный звон, он благоприятно действует на душу человека. Поэтому, я думаю, в это время многие очистились от колокольного звона. Я думаю, это и интересно, и самим позвонить, и посмотреть. Это такое действие впечатляющее. В этой акции участвовали все храмы Московского Патриархата. И не только в Украине. Первые звоны прозвучали в воскресенье на Камчатке. В Донецкой области к празднованию присоединились более 730 церквей. А это все-таки исторический выбор. Если об этом будет знать и молодежь, и старики будут помнить. И отмечать это значит быть сопричастным этому празднику. То есть не просто потратить какие-то средства на очередной плакат или на билборд. А именно, чтобы в нашей душе что-то изменилось. Я думаю, что крещение, оно меняет человека. Человек умирает для греха и живет для Бога, для жизни вечной. В Украине крещение Руси получило статус официального праздника в 2008 году. С тех пор его ежегодно отмечают 28 июля. Сергей Аганесян, Владимир Ебриков, Панорама.